Все нормально. Люди чувствуют, что можно жить. Пенсионеры трудно живут, это плохо. А работающие люди все живут. И если ты хочешь устроиться на работу, если не получается на хорошую, устройся на плохую сначала. Я когда пришел работать в ресторан, не было места метродотеля. Хотя меня пригласили директором, но замдиректором я не пошел. Это такая работа тупая. К простыни, к стеклянной бое, трубы. А метродотелям было интересно. А места не было метрового. Мне предложили буфетчиком. Я почти из аспирантуры, буфетчиком как-то. А мне руководитель оркестра, потому что я их набирал, он был мой приятель, он мне говорит, иди, цепляйся. Иди буфетчиком, не прогадаешь. Оказалось, действительно не прогадал я. Но метром я все-таки вышел потом. И отработал метром. И спокойно ушел на композиторскую эту деятельность. Мама была в шоке, когда я сказал, мама, ну еще в ресторан ладно я пошел. И то, но для родителей, ученых, мальчик не кончил аспирантуру, ушел в ресторан. А, шок, все. А после, ну в ресторане, ладно, я уж деньги приносил, и с мамой даже делился, хотя у мамы зарплата была шикарная. Делился. А потом мальчик уходит, куда-то композитор мишет. Опять шок. Но когда потом уже она увидела, на экране увидела, там все. Меня, конечно, сильно подрезал лапин. Я должен был в «Огоньке 83-84» петь песню «Метелица». Он подрезал ее. Но я приехал сниматься в Минск в кинофильме. Я милиционер играл. И из всех ресторанов «Метелица» это опять кассеточки. Их на душе сразу отлегло. И сразу пошли авторские где-то 500 рублей. И все. А-а-а.